всем привет в этом видео долгожданным будет как раз разговор про этот аппарат я его купил в декабре приехал мне в январе даже по в конце ноября его купил и в чем проблема я его размотал то есть это второе уже аппарат потому что я все-таки решил на собрать все-таки до 10 потому что сюда интересно как он летает том что многих есть на первый запуск меня был неудачный размотала в хлам вот фоточка таким вот образом на мелкие кусочки в принципе самые крупные куски даже здесь вам покажу как это все развалилось вот крылья то есть все переломало вообще там даже внутренние как это называется карбоновые в общем проставки тоже все полопалось то есть ни одной карбоновый целый ну вот единство здесь крылья целое есть проставка вот наверно в этом хвост в т.л. вот по-моему два хвоста целые остались в остальных вот в крыльях соответственно центральной вот эту вот херня потом который через центр консоли идет то есть это все дело у меня поломалось как это поломалось аппарат влетел в дерево примерно на максимальной скорости максимально у нее скорость на стопроцентном газу в данной сборке это где-то 160 170 км в час спросите как ее замерю воздушная скорость все очень просто ордопилот вполне отлично считает и соответственно этот аппарат на ордопилоте проблема запуска была как ни странно это есть косяк у ордопилота и плюс небольшой косяк с настройка ревона но тут дело было не в никто же первый раз мы взлетел мне нормально ты фактически на второй запуск мне долбанулся первый запуск он взлетел отлично набрал высоту начал кружить я его случайно за дизайн соответственно второй запуск уже на расслабоне думаю что также летит все также кинул но собака у меня влепился в общем в дерево то есть он не стал набирать высоту стал снижаться есть такой косяк ордопилоте до сих пор непонятно с чего он возникает есть пару моментов как бы из-за чего это может быть я на стриме про это рассказывал но в целом очень редкий баг скажем так поэтому наверное до сих пор его толком на его стрим не могут тоже непонятно с чем как бы особо появляется так вот иногда кстати он появляется за больших вибраций здесь вибрации как бы не все хорошо после падения у меня навернулся регулятор и один мотор тем который в дерево сильно пришлось там прям куски ошметки дерева нашел я благодаря пищалки я вам обещал что я покажу это обычно вот эта пищалка стоит она 100 рублей на алиэкспрессе может где-то еще дешевле можно найти она стояла на аккумуляторе и аккумулятор ее как ни странно довольно хорошо держал этот балансировочный разъем аккумулятор 4s стоял 2200 можно туда намного тяжелее поставить на это чуть позже так вот оторванный нос вместе с аккумулятором с этой пищалкой валялся в снегу и благодаря вот этой пищалки я его нашел потому что все это дело там выдернулась и размотала просто вот куски там на деревьях что-то висела там часть ну видели на уже видос у меня и шорт есть где это все дело висела ну тут кусок видео покажу вам остатки вот поэтому в принципе собрал почти все но понятно самые мелкие детали не собрал бы даже смысл собирать если там все просто переломано и клеить это невозможно потому что опять же карбон весь перед переломанный даже если восклить карбон где-то надо все равно брать ну в общем я решил просто заказать еще одну тушку это по поводу вообще вот этого первого запуска ну ты ты все фигни сразу хочу отметить нюанс имеете ввиду пена здесь очень фиговая это как обычный пенопласт то есть это не такое не такая прочная пена как может быть вы привыкли если уже это не первый аппаратом арвинг есть тот же самый черный арвинг причем белый арвинг кстати походу из такой же фигни сделан если у вас есть дельфин там хивинг риппер тот же самый вот там пена прямо отличная может молчу про всякие драки там еще круче в общем херня но с другой стороны хоть она херня зато она очень жесткая и этот самолетик он довольно эффективный в плане планера есть у нее еще неприятный момент это крепежи то есть вроде как крылья разборные то есть вот здесь вот отстегиваются и кнопочку нажали такую и он у нас крышка снилось но в чем проблема здесь у нас есть как будто бы быстросъем то есть фиксатор к этому плану сейчас покажу и как будто все должно быть хорошо втыкаться и сниматься но нет да у нас на обратной стороне вот здесь вот такие хвосты висят то есть очень непродуманно сделано почему не сделали они ответный какой-то разъем в который бы это все втыкалась почему оставили вот так очень неудобно бром сильно ответственно карбоновая трубка очень туго выходит почему-то у некоторых видосах я видел по сборке этого спортфиша все легко так прям собирается настраивается сразу скажу это второй аппарат и на обоих именно так вот туговато все это заходит может быть от кэш хорошо нормально как вы видите мотор здесь стоят 2207 в принципе у стандарт сюда вполне нормально даже влазит мотор и 2807 следующий кстати версия именно на них будет я сделаю точнее на 2807 будет тяги побольше аппарата в принципе потенциал очень большой в плане скоростных режимов я думаю 200 вообще мне проблема будет разогнаться на двух моторах здесь где-то у меня 160 170 получалось это за счет того что липо аккумулятор токопотребление при этом шло порядка 65 там ближе к 70 ампером пропеллер здесь ставят game flash рублен game fan flash 60 42 то есть двухлопастные но довольно таких хорошие пропеллеры очень эффективные сервы соответственно и макс я поставил 08 м а можно сюда поставить и 9 сервы тут в принципе более крупный разъем ну то есть девятки отлично то есть и макс 0 9 которые вот может даже и больше поставить вы вырежете все то есть принципе нормально сюда по сервам проблем как бы нет также как вы видите элерона здесь очень тоненькие маленькие из-за чего я хочу и говорю что сервы сильно не нужны про мощный такая же история с хвостом с хвостом у нас тоже все очень просто тоже маленькие рули поэтому данном случае они являются и то есть если чтобы понимали этот аппарат у нас может рулить по яву то есть он может вот так вот перемещаться за счет разного отклонения вот этих рулей и также они являются рулем высоты как рудер и вот этот момент я вам попозже застрюю в настройках рудопилота в принципе постоянно вам такая же история так что вам это покажу будьте как бы внимательны если будете собирать такой аппарат почему-то по дефолту у разраба у него настройки стоят 50 процентные в общем в общем я покажу позже вот такой вот маму сразу идет под камеру то есть от комплекта ничего здесь не печатал то есть это один из плюсов мне вот этого аппарата чтобы она развести в принципе все есть и вам не надо ничего нового печатать есть несколько вариаций вот это под разные камеры под маленькую под большую вот поэтому проблем не будет есть еще сменный нос у нас что туда ставить серву поворотные например все очень в принципе продумано кроме кроме носа нос острый это все-таки проблема если он у вас не дай бог воткнется в что нибудь то он у вас прям помнется либо отломится либо оторвет отрывается где-то здесь то есть по кромке крышки расскажу крышки тоже классно придуманы они все у нас сборную то есть имя втыкаются и здесь везде есть винтики то есть боятся что там куда-то крышка улетит вообще очень хороший подход почему многие другие аппараты не делают с такими крышечками съемными я не понимаю потому что это прям вот офигенная тема во первых легко прокрутить никуда она не денется никогда не потеряется очень все отлично gps модуль соответственно тоже прятается вот в такую штуку под заглушку вот то есть все размещать здесь полетник единственный нюанс он будет вверх ногами соответственно надо будет его программно в любом случае разворачивать и еще такой у нас колесико свечного есть неплохо кстати сажает благодаря этому колесу и получается если какая-то ровная поверхность здесь сзади наклеена у нас видно не видно вот такая штукенция была уже наклеена вот эти штуки в клею получается они не дают землю куда очень там сажать будьте ободрать эту задницу ему ответственно колесо также но из-за того что пена очень слабенькая он у меня при посадке здесь вот уже она такая подоблезла и деформированная деформируется очень легко то есть прям сильно пальцы нажимаете остается остается вмятина поэтому недостаток пены прям очень сильный хотя она как бы вроде жестче чем стандартной меркам вот эта пена вот но в целом летает он прикольно насчет летательных характеристик давайте так и аккумулятор аккумулятор туда заблудинить можно большой можно туда воткнуть принципе или пошку можно туда или леонку если вы будете использовать стандартные эти моторы в стоке 2207 в принципе максимум 50 ампер это будет даже хорошая скорость если вы будете выжимать с леонки ну главное высокоток выставить а так где-то потребление порядка 5 6 ампер вполне нормальная у него скорость идет тоже круизная такая легенькая то есть малый ток потребления и неплохо он летает то есть вот эти большие токи нужны только чтобы так сказать жарить на нем а так очень хорошо планирует минимальная скорость у него на батарейке 2 по моему до 2 200 оставил батарейку посмотрю чтоб точно вас не обмануть ну да вот они вот летал две штуки использовал это у нас хрб 2 200 миллиампер часов 4s легкая батарейка вот с такой батарейкой отлично он летает где-то минут 20 довольно так ну уже жарила и можно накидывать так что в целом аппарат хороший именно под липо то есть ли он к это будет вялый у вас полеты но в принципе летать может за счет большой площади у него крыльев принципе они не маленькие то есть если как-то вам кажется что они довольно маленькие нет он как плане работает то есть хорошо планирует понятно что вы конечно набирать высоту на него с выключенным мотором не сможете то есть вес все-таки тут решающий довольно таки то есть он не легкий из-за этого как бы он все равно остается фактически с просто самолетом но с хорошим потенциалом в плане скоростных характеристик довольно хорошие тяги тяги все сделаны как и у допустим им понравился на арминге тоже идут в комплекте где у вас крепеж идет кабанчику там идет шарнир фактически у вас ничего там такого не натирает мира не растирает очень по моему самое лучшее наверное режиме крепление плюс вы можете там и подкрутить подтянуть таким вот образом и у вас тяга это будет да еще регулирует очень легко по настройке серв тоже в этом плане после установки вот еще такие защитные штучки в принципе фигня полная потому что они при ударе даже не очень сильным они касаются они подразумевают что они должны защищать кабанчик сервы ну или хотя бы тут за выступ у сервы у вас не цеплялся там какая-то веточки трав трава какая-нибудь это все дело не выдернуло но такой себе то есть надо либо что-то 3d печатной все-таки такое делать более гладкая наверное широкая потому что такая штукенция ну плохо плохо отрабатывает мне не понравилось при первой посадке ними отвалились по второй посадке 1 оторвалась хотя вроде плотно тут на 3м скотч они приклеиваются все в комплекте идет но так все и лампочки лампочки вообще ну не знаю фигня по моему полным во-первых здесь щелки сделаны то что они при диод эти перегреваются очень сильно греется если их стандартного на 5 вольт подключите есть два варианта первый вариант добавить дополнительное сопротивление чтобы у вас уменьшился снизить очень ток на светодиоды и заклеить на фиг вот эти дырки то что туда будет у вас попадать вода либо как минимум надо будет тем же пластиком 71 там замазать их чтобы у вас гидроизолировать эти светодиоды ну такой себе в общем решение днем нихрена их не видно ночью вылетать и не думаю что будь с лампочками особенно это касается тех кто любит летать там где нельзя летать и с лампочками это такое себе решение поэтому я не вижу смысла вставить что еще мне в этом крыле не понравилось сейчас мы как бы так обсуждаем именно сборку не понравилась длина проводов сейчас все провода со стандартным сервами они идут примерно до этого места и дальше вам придется наращивать то есть чтобы к этому разъему подключить то есть придется наращивать провода тоже имейте ввиду стандартная длина проводов от серв не хватает с регулятором тут конечно все интересно сделано регулятор у нас вставляется вот сюда в данном случае за мотором регулятор надо какой тоненький длинненький и сюда отлично прям заходят вот эти т.к.32 регулятор от холебро на 45 ампер классные регуляторы в принципе запас по мощности у них есть то есть 30 ампер нон-стопом жарит летом я думаю вообще не проблема ну тем более довольно интересно сделан этот корпус обдувом тоже хочу сказать проводов вам стандартных не хватит то есть те идут провода которые с регулятором не хватает длины чтоб сюда что провода которые идут от самого регулятора то есть там так как это 32 битный регулятором там телеметрия еще идет ну не знаю на самолете по моему она нахер не нужна но если захотите можно использовать ну как минимум сигнальный провод все равно надо вот его надо наращивать вот поэтому провода все надо наращивать и из-за этого я с этим крылом ну довольно долго провозился по сборке вообще с обоими крыльями и с теми с теми то же самое долго мучился когда переставлял со сломанного крыла на это крыло все вот эту внутрянку который нашел и потом еще казалось что регуль сдох мотор сдох в общем очень потратил еще больше времени было обидно вот если вы будете брать версию пмп в принципе пмп версия нормально единство что мне в пмп версии не нравится у данного аппарата это регулятор регулятор там слабенький такой же как на дельфина не ставить на эти такой больше как для галочки чтобы работала я уверен если вы газику будете вот так вот втапливать и долго долго удержать летом на жаре это дело сгорит независимо от что тут даже какой-то более-менее обдув предусмотрен и на самом деле он тут слабоваться равно но вот и губ от такие уже регульская речь еще будет хорошо но опять до лета надо еще дожить не разбить тут глядишь я его еще и ушатать успею потому что пена очень слабенькая неудачно сядет и все хотя посадки на нем очень хорошие можете посмотреть вот такое видео то есть садится он очень ровненько прям мне очень понравилось потому что скорость на планирование там доходит бар порядка 20 километров час если вы еще будете против ветра сажать его я думаю еще будет медленнее соответственно можно сесть очень очень мягко поэтому проблем с посадкой у вас не должно быть даже и у новичка плюс так как мы имеем все-таки полноценный хвост который довольно неплохо стабилизирует аппарат полете и соответственно у нас никаких вот таких вот осцилляции по пичу не будет отличие от тех же кривив где самая большая проблема как мне кажется это все таки вот эти вот тряска по пичу и как некоторые там гений не пишут что да ты там пиды не настроил поэтому тебя по пичу все крылья трясет нет ребята я часто в мануале летаю в мануале пиды если что не работает ну и давайте наверное карту пилоту перейдем полную настройку ордопилота как обычно показывать я не буду пробежимся по основным параметрам ну и давайте приступим к настройке для того чтобы прошить ордопилоту для этого есть видео отдельно поэтому сразу пропустим этот пункт кому надо ознакомиться с этим самое теперь главное что надо сделать самолет у меня сейчас вертикально стоит поэтому не обращайте внимание что слева горизонт вообще хрен знает где первое что нам надо сделать это настроить сразу же в базовые настройки то есть это сетап и здесь серво аутпут можете посмотреть как у меня настроено это у нас крылья соответственно здесь все нормально автотриум я уже прошел то же самое с втл это наш веселый хвостик то есть левый правый инверт соответственно у меня получился потому что так по серым как у вас будет не знаю но в общем сами смотрите соответственно расширяем диапазон от 1000 до 2000 это обязательное условие чтобы нюансы тонкости по настройке данного аппарата здесь все оставляем остальное по дефолту ну и соответственно газ у нас так как у нас нет дифференциальный я сделал газ просто у нас есть троту и здесь есть тоже троту можно поставить дифференциальный троту лев троту райт это помогает лучше рулить по яву но для таких аппаратов я бы на вашем месте все-таки оставлял так для новичка тем более не пытайтесь сделать дифференциальный газ оставьте пока так все по этому пункту понятно по поводу калибровки акселерометр еще то есть калибруйте можете вначале на земле это как вам удобно но после полной сборки когда вас полетник будет установлен нажмите просто калибровка уровня то есть поставьте его на пол чтобы он на колесике стоял ровненько хвостом касался пола и нажмите открывать уровень и все больше вам делать ничего не надо на этом как бы вся калибровка будет закончена ну понятно что полную калибровку надо сделать полетника я обычно это делаю до установки мы перейдем к интересным параметрам называется он mix гейн миксинг гейн вас должен быть 0 5 это коэффициент там грубо говоря когда у вас хвост является и рулем высоты и также рулем влево вправо по яву ну то есть как обычный руль самолетный и соответственно все это у вас здесь будет ноль стоять поставьте минус 50 можно даже поставить минус 60 минус 70 грубо говоря что это значит это то что у вас хвост больше будет работать как руль высоты чем руль управления по яву то есть влево вправо из-за чего это надо если вы поставите ноль то когда у вас аппарат решит повернуть налево то у вас будет большая просадка по высоте и он скорее всего я так думаю что у вас даже не сможет вытянуть высоту начнет снижение поэтому обязательно уменьшите возможность и вот это влияние на роль высоты сильная в данном случае у нас так как это от минус 100 процентов до плюс 100 процентов соответственно это где-то четверть мы отрезаем от управления по яву примерно так поэтому обязательно ставьте минус 50 процентов очень рекомендую чтобы хвостиком рулил не так сильно а именно он работал чисто как руль высоты полностью отключать руль высоты здесь тоже можно что он будет являться у вас чисто рудор он ли но вот здесь вот но я вам это не рекомендую оставляем вот таким вот образом принципе все еще вот здесь вот можно включить был на табор троту эта штука если у вас авто посадка стоит соответственно газ сто процентов дадите в данном случае больше 90 как написано то у вас отрубится автоматический режим и соответственно перейдет режим управления стиками ну такой себе в общем только хочет соответственно вот это тоже параметр 05 поставьте не буду вам давать дальше в подробностях то есть основные параметры вот этот вот этот и вот этот вот так вот выставить все записать не забываем сохранить параметры все окей соответственно возврат домой у нас здесь ртл стоит у меня настройка лететь по направлению к очередности миссии на посадку то есть здесь очень просто поэтому здесь ничего тоже я такого не менял можете меня посмотреть предыдущее видео про террин про автоматическую посадку то есть здесь все это настроено принципе все тоже самое на по поводу кнопочек чего у меня где стоит в данном случае настройка простая и если у вас и rls можно вот так вот настроить это все дело то есть кому как удобно ну то есть чтобы вы понимали какие у меня канал и куда чё поставлены шестой канал написано do not nothing без соответственно ничего не делать на самом деле делать потому что этот канал тут white mode то есть шестой канал вот здесь как вы видите current pvm 6 шестой канал используется для 6 позиционного переключателя в данном случае у меня вообще стоит на трех позиционном модель тестирую поэтому так как вы видите у меня все тут три режима еще вам рекомендую если вы настраиваете на и rls сейчас это довольно популярным rc options вот здесь вам надо будет битмаск поставить вот эту вот суп супресс crsf мод for lrs messengers и вот здесь вот 420 бау 3 для его с протокола если у вас просто кросс то есть вот так вот отжимаете вот с такими настройками можно сохранить подробнее про все эти галочки рассказывать не буду данном случае у нас ерлайс поэтому вот так и в принципе по таким основным настройкам все ну таков но стейков им я думаю здесь вообще ничего такого сложного нету уберем публично не показывать параметры то есть высота у нас 40 метров либо 400 метров дистанция я сейчас дистанцию увеличиваю иногда даже до 500 потому что есть вот эти баги с тейков им то есть лучше все-таки больше поставить то есть грубо говоря я примером рассчитываю так что с момента броска если за 10 секунд вот сколько он может прилететь вот это расстояние желательно и ставьте чтобы у вас было спокойное время то есть не прям как кабанчик быстро имитация аппаратуру взять там еще что-то особенно если один занимаетесь запуском то вот такие параметры более чем достаточно соответственно ливил альт 10 метров пич 15 градусов у нас стоит понятно что он если не сможет выйти на 15 будет там 12 градусов держать но в принципе для меня это более чем достаточно угол 15 градусов ускорение у нас поставлен 15 более чем достаточно для режима передернуть чтобы вас запустились моторы я привык передергивать мне это удобней мне это нравится все параметры сохранили все окей больше здесь особо влазить ничего не надо более подробную настройку можете поизучать сами по орду пилоту конфиг я этот сохраню соответственно со всеми параметрами настройками в целом тут в основном все по дефолту то есть единственное изменение сильно ну по орду пилот это вам надо настроить полетные режимы в данном случае здесь поменять rc-channel и нам нужны каналы соответственно сериал-порты настроить здесь все проще это у нас spdb 405 здесь полетник соответственно как везде его ставлю на пятом порту у нас дисплей порт потому что это аватар система стоит и в принципе все шестой варк соответственно ну чё рассказывать есть инструкция к spdb открыли посмотрели сделали все должно работать без всяких проблем все ну и наверное подытожим теперь в принципе полета на нем были классные сразу скажу мне понравилось даже те полеты где его расхерачил просто там в холомину вот поэтому не все равно я скажу что аппарат годный и то что вы видели если видоса других ребята в общем в принципе как бы я могу рекомендовать и правда этот аппарат покупайте берите прикольный то есть имеет право жить необычный аппарат тем более если у вас как бы уже куча самолетов есть но ни разу не летали на подобных примут очень рекомендую такой приобрести но только говорю будьте внимательных настройкам что если вы первый запуск вас будет неудачно скорее всего вы его размотайте то есть вот недостаток данной тушки но опять же тушка не такая дорогая там в районе 8000 она стоит там от семи с половиной помда 9 колеблется ценник на кит набор и можно в принципе его как запасной еще взять то есть не такие большие уже и деньги более опять набор очень такой прям солидный получается по компоновке с учетом всех вот этих вот и маунтов там разных почему штука мне понравилась но по поводу полетов и аккумуляторов аккумулятор туда конечно вы можете зарядить пачку литий-ионок я видел народ спихает и там чуть ли не час лишним на нем летает принципе тоже возможно но он становится тяжелый тут поговорка тяжесть это хорошо тяжесть это надежно это не прокатывает здесь из-за этой тяжести аппарат становится тяжелые при посадке у вас во первых скорость увеличивается и во вторых он так вот бахает намного сильнее и вот эта пена блин которая все-таки какой-то пенопласт блин как из под холодильника может только чуть-чуть попрочнее она начинает деформироваться и самый прикол деформировать вот это место где колесо и вас ну там 35 посадок и все что вы будете делать пену как способ из да там это в тазик с кипятком положить его не пена в принципе чуть-чуть она вытягивается но и такое себе решение скажем так я бы не рекомендовал ставить туда большой емкий аккумулятор если вы хотите долго летать если вы хотите долго летать его вы хотите большой аппарат возьмите феникс в общем там двухтысячные 2 400 общая свой 28 мне кажется самая лучшая тема из таких аппаратов но здесь недостаток конечно большой здесь он мы получаем всего лишь там метр с небольшим аппарат прикольный крылья у нас съемные хоть с этим нюансом на гору почему не доработали вот этот быстросъем нормально хотя про на такое ощущение что он рассчитан под это дело но что-то они не дамы это не доделали надо будет какой-то просто по моему я думаю самодельный этот маунт распечатать на 3d печати просто сделать его туда воткнуть чтобы именно был как промах хорошо чтоб так щелк защелкнул все и полетел то есть никаких винтов там скручивать не надо то есть на защелках так-то в целом как бы крылья держится но единственный недостаток по всем вот этим пластиковым элементам то есть допустим что вот эти вот кабанчики да их назвать можно где тяги прикручиваются то же самое вот эти места стыковки пластик очень говеные на он хрупкий во первых ни в коем случае не перетягивать когда будете собирать на потому что треснуть кабанчики где вы новые такие возьмете я не знаю то что они здесь не обычные нестандартные втыкаются как сбоку клеиваются в общем потому что тут идет у нас карбоновый пруток усилитель и он это все дело держит но я думаю что что-то потом придумать можно но не очень хороший день соответственно это стык у нас двух вот этих крыльев задних они идут через два винта самореза ну тоже какой-то очень такой своеобразное крепление скажем так вот вот таким вот образом это не не очень надежно как мне кажется если вы как-то сильно хвостом этим куда-то приложить скорее всего вырует нафиг чем вырует вот где-то в этом месте но в принципе как первый аппарат у меня и получился то есть хвост сразу там сорвало все эти нахер элероны оторвали ну точнее рули вот эти рудеры вот поэтому имейте это ввиду вот но летает он хорошо хотя опять понятие хорошо для всех я думаю очень разные наверно вам проще объяснить скажем так по характеристикам первый плюс это у нас скажем так скорость то есть может да реально быстро лететь второе мне кажется плюс это все-таки маневренность очень хорошо отрабатывают рули хоть они очень маленькие тоники я на них сразу когда их увидал когда этот аппарат только скажу думаю ё-моё как он будет управляться с этой хернёй это думаю какая-то лажа у меня рипер там блин они в два раза шире и то аппарат сколько там 0 7 метра дома небольшой а здесь такая туша и как-то рулить должен не отрубиться кстати неплохо и очень даже отлично поэтому про рулежки претензий нет но за исключением ява и питча ну то есть элеватор у нас работает здесь совместно с явом то есть повороты влево вправо грубо говоря и носом вверх вниз у вас работают эти два руля и в каких-то ситуациях у вас может не хватать тяги то есть если вы хотите развернуться влево и плюс еще высоту держать очень хреновая роль отрабатывает то есть какие-то такие повороты на этом аппарате плоховато причем с учетом тех миксов которые вам показал настройки если сделать потому что если вы это не сделаете у вас автовзлета могут быть проблемы то есть он будет очень очень плохо высоту набирать то есть особенно если вы пойдете на разворот у вас может быть просадка по тяге также вот эта центровочка у не очень странная то есть получается когда вы попадаете в центровку по факту вас все равно нос нагруженный становится поэтому надо обязательно очень будете его собирать попадите в центровку на нос как говорится как некоторых советую всегда надо чуть переднюю дело здесь не надо никакой чуть переднюю делать делать его точно как там по этой по центровочным точкам которые под крыльями не больше не меньше можно даже может чуть-чуть на хвост сместись фиг вы знает может даже лучше будет но по крайней мере однозначно надо сделать по этим точкам но никак не ему вперед не смещайте вес это он промо точно говорю вот больше в принципе нюансов по этому аппарату нет и в плане полета в остальном аппарат как аппарат скорость не я бы сказал что прям большая блистает но рулится неплохо плане перевозки не очень удобно потому что даже со стегнутыми крыльями все равно это херня занимает место проблема в том что вот эти задние крылья никак не отстегнете и это вот мне кажется самая большая у него такой большой недостаток все из-за того что вот эти тяги то есть целом два самореза открутить но вот эти два самореза так как это саморезы все-таки не винты раз открутить закрути два три на 4 раз вы скорее всего так как там пластик такой гурхеровый у вас просто прокрутится и все это будет отваливаться поэтому я думаю даже когда собирать это если я вдруг как-то повторно еще что-то буду я вообще бы наклеив все дело сажал бы и не парился то есть еще и на болты скрутил еще плюс на клей для прочности потому что если вы оторвете эти крылья чуть все нахер вот даже не летая он может вас сломаться нахер чуть крыло он не оторвал в общем аппарат очень хрупкий это прям самый большой его существенно мне кажется минус поэтому вот что есть то есть летает хорошо но сука хрупкий хрупкий то есть я не могу сказать что про меня от него там балдею что это мой будет постоянно пара скорее всего это опять как я и сказал как с дельфином было так и с этим полетая на нем месяцок другое наверное в итоге у меня будет где-нибудь на стене висеть и просто буду любоваться вот таким необычным аппаратом и друзьям показывать а в плане полетов ну все равно мне больше крылья нравится но опять это уже на любители кому что больше нравится выбирайте все равно то что вам нравится летайте на том что опять же вам нравится чтобы это узнать вам надо попробовать на таком попробовать на таком на всяком пока вы все это не перепробовать понять что он больше нравится не выйдет потому что иногда окажет, что вот это говно, а вы это покупаете, начинаете летать, и оказывается, довольно охрененный аппарат. Поэтому только методом сравнения и выбора. Как там говорят, все познается в сравнении. Так что про этот аппарат именно так я и могу сказать. Кому-то он зайдет, кому-то, скорее всего, не зайдет. Так что на этой оптимистичной, или кому-то, может, покажется пессимистичной ноте, закончим этот обзорчик. Соответственно, аппарат получился такой своеобразный. Всем вам удачных полетов. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше видосики по поводу ордопилота все равно, как я сказал, будьте внимательны с настройками вот этого хвоста и рулей. Потому что можно очень сильно облажаться и аппарат расшатать только из-за неправильной настройки. Так что всем добра, всем удачи и безопасных полетов!